Я вас приветствую, дорогие мои. Очень часто меня спрашивают про общий расклад сделать на то, какие отношения в той паре, которая является для вас основой треугольника. То есть, как у него с ней в отношениях, что происходит. Но так как за третих лиц все-таки просматривать нельзя, пусть даже это и общий расклад, я взяла две колоды с одинаковым количеством карт, просто разных производителей, разных авторов. Вернее, даже как раз авторы-то разные, просто производители разные, исполнения разные. И я обозначу, будем разбирать, это ваша колода, это ее колода, ваши соперницы. И не важно, кто из вас свободная женщина, кто из вас супруга, просто это ваша колода, девочки, кто меня смотрит. Повторяю, для тех, кто в треугольнике. Если вы не в треугольнике, расклад не ваш, перелистывайте. Это ее колода, его энергии к ней. Итак, давайте смотреть. Проговорите своего человека, имя, возраст, расплетите руки, ноги, сосредоточьтесь на его внешности, можете свое имя проговорить. Мы задаем вопрос, какой он вас видит, какой он вас видит, это ваша колода, напоминаю, те, кто меня смотрит. Какой вас видит, загаданный человек, в каких энергиях он вас видит. Две карты вышло, две и смотрю. Вы знаете, тут по рыцарю Пентакли и десятке жезлов мужчине тяжело без вас. Он хочет сделать, он хочет к вам, видите, ехать с каким-то ценным предложением. И тут даже не столько разговор то есть, что и вам тоже тяжело без него. И человек хочет двигаться в вашем направлении, вот именно в вас он такой видит, что вы устали, что вам нужна поддержка, что вы желаете общения, что вам необходимо либо возобновить общение, либо продолжить его, если оно имеет место быть. Какой он видит ее, в каких энергиях он видит ее, ее имя можете проговорить, если знаете. В каких энергиях он видит вашу соферницу. Смотрите, белая карта, ни в каких энергиях он ее не рассматривает, он сейчас сфокусирован на вас. Хорошо, пусть будет так. Смотрим его энергии тогда к вам, да, его энергии к вам. Если тут он видит вас, ожидающей, желающей встречи, да, и он вас видит той женщиной, которая ждет от вас какого-то предложения, и он, что вам тяжело, да. То, сам-то он, в каких энергиях по отношению к вам. В энергиях коммуникации. Тут мужчина хочет действительно как-то показать вам свою значимость и определить вам вашу значимость в этих отношениях. Тут мужчина хочет говорить о значимости, о серьезности этих отношений. Девочки, не путайте о замужестве. Говорить о серьезности отношений мужчина может при желании продолжить эти отношения. Да, за счет этих отношений мужчина тут наполняется энергетически, вы для него как-то батарейка, как тот аккумулятор, который зажигает все лампочки мира. Однозначно мужчина стремится, однозначно стремится к вам. Давайте его энергии к ней, пусть она для него белая карта. По этой карте можно сказать, что они, возможно, либо отношений как таковых на тонком плане не имеют, а либо решили начать все с белого листа, с чистого. Так, его энергии к ней. Каковы его энергии к ней? Мужина пытается все контролировать по пять мячей. И те скандалы, те ссоры, которые происходят у них в отношениях, инициатором является мужчина. Он вечно всем недоволен. Он вечно всем там недоволен. Вот эта вот карта четыре кубков говорит, знаете, иногда ее называют Козьей мордой, что бы она ни предложила, ему все не нравится. Почему не нравится? Мы видим, потому что наполняется. Видите, вышла женщина пустой картой белой. Она его перестала наполнять, хотя она ему что-то пытается предложить. Видите, кубок. Но он не смотрит, он сосредоточен, закрыт. Видите, в какой позе сидит, закрыт. Но тут по карте звезда. Мужчина все равно продолжает выстраивать с этой женщиной в своей голове какие-то планы на будущее. То есть о разрыве тут разговора быть не может с вашей соперницей, несмотря на то, что он хотел продолжить коммуникацию с вами. По какой причине он хочет с вами продолжать коммуникацию? Мы уже определили, мужчина за счет вас наполняется. Каким образом он планирует с вами продолжать общение? Каким образом? Тройка кубков. Продолжать, будто харту вот в этом любовном треугольнике. Продолжать пытаться усидеть на двух стульях. Что тебе это даст, мы спросим. Тот же самый, смотрите. Практически карта очень похожа. Это Паш Мечей. Потому что мужчина несколько малодушен, потому что мужчина не может там выйти из зоны комфорта, а здесь не может отказаться от такой женщины, как вы. Вы для него, помимо того, что я уже сказала, что сильно энергетическая подпитка такая являетесь, тут-то мужчина еще, знаете, может быть даже думает, как бы вас может приворожить. Или бывают такие мужчины, да, и как можно дольше не давать вам ясности для того, чтобы вот эти отношения продолжались. Потому что он в них заинтересован, потому что здесь он питается. Насколько сильно он заинтересован в той женщине, в вашей сопернице? Насколько сильно он заинтересован в вашей сопернице? Карта влюбленная. Вы знаете, этот человек наполняется прошлыми воспоминаниями, и он не оставляет надежды о том, что эти отношения он будет строить. Знаете, что он сумеет эту женщину построить на ее любви, то есть сумеет ее подчинить себе, сумеет, видите, вышел король мечей, и рядом карта смерть. То есть, с одной стороны, какие-то события в тех отношениях происходили, когда мужчина превратился в жесткого, расчетливого человека, который вот так вот ведет себя, пытается все жестко контролировать. Может быть, он сам по себе ревнивец, может быть, он по натуре ревнивец, и не пытается вот в тех отношениях что-то сделать с собой, да, что-то как-то изменить себя. Он считает, что у них есть любовь, но ее надо трансформировать. Ее надо изменить под себя, чтобы ему было удобно и выгодно. Какими видит ваше отношение, какими видит ваше отношение в целом? Карта баланса. Мужчина пытается, вот уже второй вариант подсказывает мне карта, что мужчина пытается усидеть на двух стульях, удержать баланс, чтобы и тут не потерять, и тут не опустить. Смотрите, та же самая карта, четыре кубка в Козье Морте, я ее так называю ласково, да, как и здесь, по большому счету, он и здесь высказывает чем-то недовольство, то есть и здесь пытается контролировать ситуацию себе во благо. Дело в том, что мужчина всего скорее тут воздушного, воздушной стихии, знак зодиака, это может быть близнец, весы, потому что по луне очень любит делать ситуацию мутной и непонятной, либо водолей. Тут есть еще такая большая гордыня, то есть мужчина считает, что он способен балансировать между двумя берегами и оставаться целым и невредимым. По поводу вас он считает, что если вы какие-то будете делать предложения по поводу сближения, помимо тех границ, которые он обрисовал, он будет деликатно от вас закрываться. То есть, смотрите, та же самая карта смерть, то есть мужчина в принципе, в принципе и в тех и в других отношениях ведет себя приблизительно одинаково. Приблизительно одинаково использует обоих женщин, дабы подпитать свое эго, свою энергетику. Тут даже человек, я бы не сказала, что он стоит на выборе. Ну вот по этой карте можно сказать, что он иногда об этом думает, что может быть там говорит себе, дорогой, тебе надо может быть все-таки определиться, с какой женщиной ты будешь больше общаться, с какой женщиной ты хочешь остаться. Но тут же вот этот голос разума заглушает желание владеть вниманием, фокусом внимания обоих женщин. Какими видит отношения в будущем он с вашей соперницей. Семь жезлов. Тут идет соревнование. Тут женщина тоже там непростая. Вышла королева жезлов, женщина энергичная, женщина, которая может стукнуть кулаком по столу. И женщина, которая тоже не дает ему особо расслабиться. И у них идет борьба за первенство. Борьба за первенство. Она тоже, понимаете, они оба наполнены прошлыми воспоминаниями о том, когда у них был период конфетно-букетный, романтик, да, когда был период влюбленности, когда они действительно искренне друг друга любили. И что она по этому поводу думает. Черпение женщины не вечно. Она может поставить отношения так, его перед фактом, что хочет уйти из отношений. Она хочет выйти из отношений. Хочет уходить любя. Хочет уходить любя на поиски новой любви. Но пока неведомая сила держит ее там. Держит ее там. Давайте смотреть. А вы-то что тут? Как планируете вас? Давайте посмотрим. Вы как планируете вести себя в этих отношениях? Женщина тут, соперница ваша, хочет выходить, хочет, страдая, оторвать, отрезать. А вы хотите эти отношения развивать? Вы хотите их двигать? Вы хотите стремительного вот прямо здесь и сейчас, сегодня, а даже еще и вчера? Та же самая 5 джезов очень много. Пытаетесь контролировать мужчину. Несмотря на то, что у вас есть серьезная, достойная соперница, может быть, в виде супруги, может быть, в виде женщины, с которой он давно, потому что у них много общих воспоминаний. Вы пытаетесь наблюдать каждый его шаг, любое тело движения, знать 24 на 7, где он и с кем, и что делает. Эти отношения у вас кармические. Они достались вам не просто так, для прохождения урока. Для прохождения какого урока? Вы знаете, тут выпадает рыцарь жезлов и разговор о том, что для прохождения урока о том, что не, знаете, учиться искать компромисс в своей жизни, не идти на пролом. Еще что? Не жалеть о том, что вы когда-то кому-то дали. Возможно, вы сильно вложились в этого человека. И вас, конечно же, мучает обида. Мужчина для вас выпадает картой маг. Разговор о том, что вы считаете, что этот человек всесилен. Что этот человек, несмотря, может быть, на свой какой-то юношеский такой несерьезный подход, может быть, к отношениям любви, вы считаете, что этот мужчина для вас самосовершенство, самосовершенство, самый главный и самый важный. А что считает ваша соперница по поводу этого мужчины? Там идет война, там бесконечные ссоры, женщина устала, женщина не хочет больше терпеть вот эту ситуацию. Смотрите, она тоже хочет стремительного развития. Вы идентично мыслите, приблизительно одинаково. И две колоды показывают абсолютно практически одно и то же. Женщина решила мужчину, ваша соперница решила его сжечь какой-то страстью, понимаете? Она решила проработать свои энергии. Решила проработать свои энергии. Смотрите, все то же самое. Решила проработать свои энергии и сама стремительно развивать эти отношения. Посмотрите, все карты одинаковые. Вы имеете... Для нее это тоже урок. Обходить крутые виражи на спокойных скоростях, так скажем. Для нее это тоже урок научиться выдержке, научиться умению разбираться в ситуации и заниматься своими энергиями. Давайте загадайте период. Я посмотрю, как он будет позиционировать себя в загаданный период к вам и к ней. Загадали? Смотрим его, как он себя будет позиционировать в загаданный вам период к вам. Так что это ваше корроза. Тут мужчина будет вам говорить, надо все по справедливости, надо все по-честному. Карта справедливость, да? Надо разобраться, надо посмотреть, чтобы никто не пострадал. На самом деле он вам дает ложные надежды. По карте семь чаш это иллюзии, которые вы дружно хотите подпитывать. Он сам верит в то, что он говорит, что можно разобраться здесь по справедливости, нужно только время. И сам в это верит и в этом убеждает вас. Там он как позиционирует себя вести в загаданный период. Как он себя там будет позиционировать с той женщиной. Конфликтная такая атмосфера, она будет нарастать. Но мужчина будет держать женщину, пытаться в уздек, так скажем. Она для него верховная жреца. Верховная жреца это все-таки не императрица. Это женщина, которая является матерью. Тут разговор все оскаре, конечно, о жене. Женщина, которая имеет на него очень сильное влияние. Он, мужчина, несмотря на то, что если где-то воздушный, может проигрываться, кстати, и в огненной стихии. Будет эти отношения, закрывать не будет однозначно с соперницей. Будет эти отношения развивать. Но развивать по тем принципам, по тем канонам, по тем приоритетам, которые выгодны ему. То есть желание усидеть на двух стульях, желание удержать и ту, и другую женщину около себя, у мужчины остается, к сожалению. И он и вас не отпустит. Он и стоит считать, что она для него важна. И, по крайней мере, ей об этом говорит. А вам дают какую-то призрачную иллюзию, что... И сам в нее верит, что нужно подождать, нужно разобраться. Но не понимает, в чем разбираться-то. Он уже во всем разобрался. Он разобрался во всем, и этот расклад говорит вам о том, что... Мужчина разобрался. Мужчина хочет сидеть на двух стульях настолько долго, насколько будут позволять это обе женщины. Мужчина хочет сидеть на три стульях. Продолжение следует...